Привет, друзья! Вы смотрите канал ОМГеймс, меня зовут Илья, и в этом выпуске я расскажу вам самые интересные впечатления и новости о настольных играх за последние несколько дней. Давай приступим, погнали! Друзья, прежде чем я перейду к впечатлениям и новостям, я хочу похвастаться своим подарком, который мама сделала мне на прошедшее 23 февраля. Это сборник стихов теле Линдемана «В тихой ночи», который я даже не надеялся получить. Подарок очень неожиданный и оттого еще более приятный. Очень здорово, когда мама в курсе всех твоих увлечений и искренне поддерживает их. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить свою маму за этот подарок. Ну, ладно, давайте перейдем к настольным играм. 26 февраля у нас в Екатеринбурге состоялся турнир по колонизаторам, в котором я принял участие. Наконец-то я поучаствовал хоть где-то в чем-то как-то. Очень знаковая игра получилась. В первой игре я выиграл и занял первое место, во второй занял второе, в третьей третье, потом вышел в полуфинал на четвертом аж месте и проиграл. Но организация мне очень понравилась. В турнир устроили «Теория игр». Все было очень клево, и я еще раз убедился в том, что колонизатор – это отличная игра. И я ее очень люблю. Ближе к концу вчерашнего рабочего дня мы с моим другом и оператором Кириллом забежали в «Теорию игр». Да, опять в «Теорию игр» поиграть в «Стальную арену». Наконец я до нее дорвался, и я вам скажу, мне понравилось. Я много замечал отзывов о том, что вдвоем в нее играть скучновато, но нам так не показалось. Конечно, первая партия прошла не без косяков по правилам, но сыграли мы честно относительно друг друга. Лично мне понравилось собирать роботов, а также понравилась механика их активации и сочетания разных действий, разных модулей. Например, в последнем ходу мне удалось активировать два модуля атаки, с помощью чего я разрушил две ловушки, нанес уроны нам обоим. Мы скинули модули в коробку, и в итоге партия завершилась, потому что новых модулей не хватило на заполнение поля. В итоге я увидел интересную тактическую игру с хорошим артом и интересным исполнением. Я с нетерпением жду дезмача на четверых и рекомендую попробовать «Стальную арену» всем, кто еще этого не сделал. Завтра, 1 марта, наконец-то открывается сайт crowdgames.ru, на котором и будут осуществляться все краудфандинговые проекты компании. Блин, надо было вот сейчас купить бутылку шампанского и открыть ее в честь этого события. По традиции, crowdgames не мелочатся и стартуют с крупным проектом. Игра Blood Rage или теперь Кровь и Ярость. Цена всего 3 990 рублей за прекрасный толстый картон и крутые миниатюры от Cool Mini Ornat. Блин, а че так дорого-то вообще? А я вообще за границей могу купить? Я тогда вообще ПФБ сделал. Да вы там вообще уже сожрались! Ааа, это игра что-то вроде Monopoly? Не очень! 3850 рублей для ранних пташек, срок для которых теперь до 5 марта. То есть, не по количеству проданных коробок, а по времени. Это очень круто! И еще ниже цена будет на оптовые лоты. При этом, компания обещает дополнительные скидки для постоянных участников их проектов. Конечно, к пятничному выпуску у нас будут с вами все подробности. Так что, готовьтесь к проекту и ждите новостей! Сайт Монда, это те, кто придумывают авторские плакаты, игрушки и другие сувениры, посвященные разным мультфильмам, фильмам и сериалам, сообщают, что всерьез подумывают о создании настольной игры по фильму Джона Карпентера «Нечто». У игры уже есть название Infection at Outpost 31. В комментариях к новости, которую опубликовал Евгений Баженов, это BadComedian. Он с нами! Люди пишут, что уже есть настолка с названием «Нечто». Но давайте будем надеяться, что будущая игра не будет на нее похожа. Во втором квартале 2017 года Миру явится седьмое дополнение на английском языке «Celdridge Horror» или древнему ужасу «Cities and Ruin», в котором игроки найдут новых сыщиков древнего и другие компоненты. К слову, ужас Архам, а предшественник древнего ужаса на Западе уже успел обзавестись восьмью дополнениями. Компания USAO Poly, о которой я, кажется, рассказывал в каких-то новостях, сообщает, что осенью этого года выпустит коденеймс с локациями и героями Disney и Pixar, нарисованными за последние 90 лет. А также коденеймс, облеченные в супергеройские костюмы Marvel. Я так понимаю, что это будут коденеймс-картинки. И мое любимое слово примечательно, что это будут эксклюзивные коденеймс для Северной Америки, как, например, коденеймс Deep Undercover. Настольный блок в Латвии, который пишет много и интересно, рассказал о террамистике в космическом сеттинге Gaia Project. Несмотря на схожесть игр в механике, новинка получит интересные изменения. Поле станет составным, и его размер будет варьироваться в зависимости от количества игроков. Некоторые планеты придется изменять аж два раза вместо одного, и одним из способов будет Gaia формирование. А также несколько технологий из террамистики будут объединены в дерево технологий. В итоге авторы обещают большую реиграбельность, чем в террамистике. Однако города и строения в прототипе по-прежнему абстрактны. Космодром Геймс бомбардировала нас сразу четырьмя новинками от российских разработчиков, с которыми же и поедет защищать свою честь на выставку Вессон. Индейцы от команды Трехгранника это игра на сбор карт разных типов и накопление очков с интуитивно понятными правилами и своеобразным оформлением. Котэм Сити. Судя по оформлению, как раз те самые черные киски. Еще одна карточная игра, но на этот раз с плотным взаимодействием между игроками. Настолько плотным, ну, чтобы вы понимали, что можно совершать хакерские атаки друг на друга. Следующая игра смартфон и гиковский хардовый Еврогейм. Я же обещал быть ближе и понятнее к новичкам в настольных играх. В общем, сложная экономическая игра с выставлением кубиков на поле и зарабатыванием очков. Автор ее Иван Лашин, бессменный куратор Матрейда, которого, если честно, мы уже все заждались. В игре, где нет места случайности, игрокам предстоит развивать собственные фирмы по производству смартфонов. На что будут влиять как стартовые условия, так и грамотная стратегия, учитывающая не только экономику, но и логистику ресурсов и продуктов компаний. Название, сеттинг, ой, простите, антураж и оформление пока тестовые, но уже очень интересно. Ну и последняя, четвертая игра Пандору, космическая стратегия про освоение некой пригодной для жизни планеты. Игрокам с помощью разыгрывания карт предстоит передвигать корабль по планете, строить новые станции и базы, которые приносят победные очки. Ну и, конечно, без войны в игре не обойдется. Обзор этих четырех новинок я нашел у бородатого блога, за что выражаю ему благодарность. И если вы хотите ознакомиться с играми подробнее, переходите по ссылке в описании. Ну вот, теперь я могу это сказать. В прошлом выпуске я похвалил Мастеру Форион в этом стальную арену и вместе с вами познакомился с грядущими новинками. То ли еще будет. Вообще, 2016 и 2017 год прямо рванули с места в карьер, объявив массу интересных локализаций и российских разработок. Настольная индустрия в России продолжает стремительно развиваться, чему я несказанно рад. В плейлофте Гага в Санкт-Петербурге 19 февраля состоится пятый фестиваль ролевых игр Day 20. На нем игроков будут ждать не только эпические приключения, но также мастер-классы и лекции, что мне кажется очень интересным. Да-да, я знаю, что не живу в Питере. Запись на фестиваль стартует уже завтра, 1 марта. Состоится! Состоится! 4 марта в Башне Мага в Нижнем Новгороде решили провести турнир по кодовым именам. Условия участия по ссылке в описании, а также 4 марта состоится турнир по Infinity в Киеве. Блин, слушайте, а это не слишком? Как-то далековато. Друзья, в этом выпуске мелких приятностей не будет, но они точно будут в пятничном выпуске. Как вы знаете, я решил поэкспериментировать и выпускать новости 2 раза в неделю. Так что жду вас в пятницу на своем канале. И спасибо вам за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, делайте все. Нас уже почти тысяча человек, не хватает на донышке. Я снял эту шутку. Ладно, до пятницы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok